В музее гаража особого назначения на ВДНХ открылась крайне любопытная выставка, посвященная итальянскому дизайну автомобилей, а именно кузовному ателье Бертоне. На экспозиции проводниками идей мастерской, сочетания смелых фантазий художников и новейших технологий, выступают семь купе, созданных в период с 1954 по 2012 год. Это машины из Национального автомобильного музея в Турине и частных коллекций. Пойти сюда стоит хотя бы потому, что с 1979 года в Москву автомобили Бертоне в таком количестве не привозили. Тогда было четыре автомобиля, представлено на выставке в Сокольниках 42 года назад. И с тех пор тишина, ну как-то это очень несправедливо, потому что это кузовное ателье, ну, наверное, номер один в Италии точно, и, наверное, итальянский дизайн тоже номер один в мире, поэтому... На выставке можно увидеть Lamborghini 400 GTS Pada, Isare Volta Lely, Alfa Romeo Montreal, Volvo 780 Bertone Coupe и 262C. Но визитной карточкой сами организаторы называют два других экспоната. Первый — это Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. Вниманию посетителей представлен не только сам автомобиль, но и его деревянный макет. Он наглядно демонстрирует, как работали дизайнеры, когда не было компьютеров. А второй — концепт-кар, являющийся своеобразным итогом столетней работы мастерской. В центре экспозиции уникальных работ кузовного ателье Bertone красуется вполне себе современный автомобиль. Шоу-кар, построенный на базе Ferrari F430, представили публике в 2012 году. Он приурочен к столетию мастерской. А называется он Bertone Nuccio в память о маэстро. К слову, о концепт-карах. Именно они станут лейтмотивом одной из следующих выставок Ильи Сорокина. Есть идея привести концепты. Только концепты. Это будет очень интересно. Это будет не так сильно ретро, потому что это будут, допустим, 90-е годы и начало 2000-х. Но если что-то показали один раз в Женеве или в Детройте, то это не значит, что это видели в Москве. И это будет фурор. Возвращаясь к автомобилям Nuccio Bertone, следует сказать, что выставка продлится до 12 сентября. Повторения не будет. А потому желающим познакомиться поближе с итальянским дизайном следует поторопиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова